Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня мы продолжаем наш цикл лекций, который называется «Моделирование педагогических систем». Урок 2 сегодняшний называется «Виды моделей». В этом уроке мы с вами рассмотрим 4 вопроса. Посмотрите, пожалуйста, на эти вопросы. Первый вопрос – понятие модели. Мы, как всегда, определимся с терминами и поймем, что же мы будем понимать под моделью. Второй вопрос – классификация моделей. Третий вопрос – вербальные модели. И четвертый сегодняшний вопрос – концептуальные модели, графические и структурные модели. Итак, первый вопрос нашей сегодняшней лекции, сегодняшнего урока – это понятие модели. Мы с вами будем моделировать. Что же мы будем понимать под моделью? Вообще говоря, сегодня только ленивый не моделирует. Мы очень часто слышим такие слова, как модель общества, модель семьи, модель урока и так далее. Действительно, мы с вами моделируем всю свою жизнь. И мы с вами говорили об этом уже на первом уроке, что предпринимая какое-то действие, мы всегда его моделируем в уме. Мы его просчитываем. Мы составляем модели денежных средств, которыми владеем. То есть моделирование пронизано, вообще говоря, вся наша жизнь. И поэтому эта процедура нам с вами очень знакома и близка. Что же мы будем понимать под моделью? У термина модель очень много различных определений. Сегодня мы прочитаем с вами несколько возможных определений модели. Выберем какое-то, которое нам более всего понравится. И при этом мы понимаем, что сегодня может быть определений модели очень много. Тем не менее, они должны выражать одну общую идею. Давайте почитаем эти определения. Вот, например, сейчас вы можете прочитать такое определение модели. Моделью называется специально синтезированный для удобства исследований объект, который обладает необходимой степенью подобия исходному, адекватной целям исследования сформулированным субъектом или лицом, принявшим решение относительно исследования системы. Вот такое длинное определение, и тем не менее, в этом определении очень четко выражена основная мысль. Это определение, кстати, дано замечательным системологам Вадимом Дмитриевичем Могилевским в книге его замечательной «Методология систем». Вот что в этом определении является квинтэссенцией понятия модели? Наверное, два основных момента, два основных таких ключевых эпизода. Во-первых, модель – это всегда специально синтезированный объект. Мы модель синтезируем специально всегда так, что вставляем в ней все то, что нам важно в данном исследовании, и выбрасывая, выбраковывая все то, что нам для этого исследования не важно. Поэтому понятно сразу, что любая модель является авторской. Один автор исследователей понимает, что ему важны какие-то одни параметры или входные условия в системе, другой – другие. Поэтому модели разные. Хорошо это или плохо? Это хорошо. Мы с вами уже знаем в соответствии с концепцией неклассической науки, что существует принцип дополнительности. Можно описывать одно и то же явление разными способами, при этом привнося всю новую информацию в описание этого явления. Поэтому любая авторская модель привносит новую информацию в описание явления, является дополнительной к любой следующей модели. Дальше посмотрите, пожалуйста, в этом определении мы с вами прочли такую мысль, что цель исследования сформулирована субъектом или лицом, принявшим решение относительно исследования системы. Опять-таки, совершенная субъективность предъявляемой модели. Поэтому эта субъективность опять идет в контексте того постнеклассического знания. Давайте вспомним первый урок, о котором мы с вами говорили. Итак, существует субъективность модели. Какие еще определения могут быть? Я вам говорила, что у модели может быть много определений. Вот давайте посмотрим еще такое определение модели. Модель – это аналог явления, сохраняющий существенные черты и служащий для его изучения. Опять-таки, посмотрите, выражено другими словами, более коротко, но мысль та же самая. Мы должны сохранить те существенные черты, а кто определяет, что они существенны? Автор модели. Для него какие-то черты существенны, какие-то нет. И что важно – сохранить те черты, которые служат для изучения тех свойств явления или объекта, которые вам сегодня интересны. Взглянем еще на одно определение модели. Модель, а, кстати, модель по-латыни – это мера, образец. И понятно, что это мера, правдоподобие, явление вашей модели. Вот где смысл заложен. Модель – это эталон. Устройство, имитирующее строение и действие какого-либо реального объекта. Такое может быть определение модели. Причем это устройство, которое является совокупностью абстрактных представлений о реальном предмете. Это аналог объекта на формализованном языке. Можно оставить из всех определений вот это маленькое определение, которое звучит таким образом. Модель – это аналог объекта на формализованном языке. Если нам это понятно, то это определение емкое, краткое и очень хорошо отражающая мысль, связанную с идеей моделирования. Если мы понимаем, что модель – всегда некое идеальное представление об объекте, которое сохраняет только те существенные черты, которые нам важны, то дальше мы именно на этой идее будем базироваться, когда будем предъявлять определенные математические и нематематические, вербальные, структурные, графические модели педагогических систем. Еще одно определение модели, посмотрите, пожалуйста, связанное с другими терминами. Здесь будут фигурируют термины ориентации и управления. Модель – это функциональное подобие объекта. Что это значит? Модель – это такое подобие объекта, которое сохраняет функции основные объекта, в том числе и мира в целом. Ведь существуют и модели мира, и модели мироздания, и модель большого взрыва – это модель возникновения мира, как модель глобальная. Такая модель обеспечивает более или менее эффективную ориентацию и управление. Вот другая терминология, но мысль та же самая здесь выражена. Поэтому мы с вами теперь понимаем, в какой терминологии мы будем работать и что мы будем понимать под моделью. Тогда мы с вами можем перейти ко второму вопросу нашей лекции. Вопрос второй связан с классификацией моделей. Давайте посмотрим на слайд, в котором представлена возможная классификация моделей. И поизучаем этот слайд внимательно. Обратим внимание вот на что, что на этом слайде представлена классификация моделей, моя авторская классификация. Можно интерпретировать этот слайд как модель классификации моделей. Это моя авторская модель классификации моделей. Я полагаю, что мне важны вот такие модели. Я сохранила их и выбросила в сети, которые мне не важны. Вы можете представить другую классификацию моделей, в которой будут сохранены другие модели, важные для ваших целей исследования. Это будет ваша авторская классификация моделей. Итак, все модели мы с вами разделим на две большие категории. Модели материальной и идеальной. Материальные модели, посмотрите, выделены другим цветом, потому что мы ими вообще говоря заниматься в нашем исследовании подробно не будем. Но тем не менее, мы обязательно поговорим о них. Материальные модели делятся на физические и аналоговые. Идеальные модели имеют очень большое деление, дальше большую градацию, как вы видите. И мы будем заниматься именно этими моделями впредь. А сейчас мы попробуем классифицировать все эти модели на эти два большие класса – материальный и идеальный. Итак, что же такое модели материальные? Модели материальные – это все те модели, которые изготовлены из вещества. Это модели, сделанные из материи определенной. Какие такие модели материальные? А вы их очень хорошо знаете. Особенно их хорошо знают мальчики, которые занимались моделированием в детстве. В детстве мальчики обязательно занимались моделированием самолетов, или подводных лодок, или кораблей. И покупали в детском мире такую модель, которая называлась модель самолета, выполненная в масштабе, скажем, 1 к 1000 к реальной модели. Что это за модель? Это маленькая модель самолетика, которая в точности повторяет модель какого-то самолета Ту-154 или другую любимую мальчиком модель. Вы ее собираете абсолютно уверенно, что она в точности воспроизвела основную модель, любимую вами. Это модель игрушки. Но на самом деле при эксплуатации нового самолета такие модели всегда создаются. Это как раз есть материальная модель. Почему они создаются? Потому что понятно, что сразу построить огромный самолет, заложив в него все новые идеи конструктора, совершенно немыслимо и бессмыслено даже в том смысле, что может оказаться огромное количество неполадок, каких-то издержек, не предугаданных заранее. Поэтому нужно сделать всегда маленькую миниатюрную модель самолета. Поместить ее в аэродинамическую трубу и провести летные испытания, имитируя все те возможные условия, в которые попадет настоящий самолет. И тогда делается опытный образец уже самолета в натуральную величину. А дальше, после проведения его испытаний, начинается запуск в серию. То есть возникает всегда процедура моделирования в маленьком масштабе. Такая процедура возникает всегда тогда, когда строятся большие сооружения, большие технические объекты. Мы всегда уменьшаем этот объект до маленькой величины и проводим его испытания в определенных условиях. Бывают ли другие материальные модели? Бывают. Давайте еще раз посмотрим на классификацию моделей. Посмотрим, что модели бывают среди материальных. Физические – это те, о которых я вам говорила. Это модельки самолета или корабля, или пароходика. И аналоговые еще. А что такое аналоговые модели? Это модели тоже материальные, но сделаны по аналогии с чем-то. Ну, например, недавно я видела замечательный фильм BBC, в котором показано, как моделируются катастрофические явления схода лавин с гор. Понятно, что такое явление очень важно смоделировать, потому что это действительно грозит катастрофой. Но ведь смоделировать в натуральных условиях сход лавин совершенно бессмысленно и опасно. Нужно уметь моделировать такой исход в неких лабораторных условиях. Но как же воссоздать гору? Вот, оказывается, показывали фильм, в котором говорили, что гору сделают такой большой-большой аквариум. И в нем профилируют гору, ну, например, из картона. Задают полный профиль той горы, которую интересуют исследователей. А дальше эту гору засыпают пенопластом особенным, свойства которого совершенно аналогичны, подумали слово по аналогии, аналогичны свойствам снега. Засыпают, добавляют, добавляют, добавляют снег и доходят ту критическую массу снега, начиная с которой происходит сход лавины. Вот это моделирование по аналогии вводится аналог снежной лавины. Моделирование материальное, как мы понимаем. Какие еще есть модели по аналогии, то есть модели аналоговые материальные? Ну, например, недавно я прочитала очень интересную статью одного автора, который предлагает процесс творчества моделировать по аналогии с процессом излучения лазера. Оказывается, он находит очень много, этот автор находит очень много сходных процедур в процессе творчества и в процессе спонтанного излучения лазера. Вот это моделирование процесса творчества по аналогии с материальным процессом лазера. Нематериальный процесс творчества моделируется с помощью материального объекта лазерного излучения. Итак, вот это та категория моделей, которая называется материальными моделями, и мы этой категории моделей в дальнейшем заниматься не будем. Мы не будем строить реальные модели, моделирующие в веществе, в структуре некие процессы или явления. Мы будем заниматься другой категорией моделей, которые в нашей классификации, давайте опять на нее посмотрим, в нашей классификации эти модели обозначены как идеальные. Вот эту идеальность моделей нужно понимать в двух смыслах. Во-первых, идеальные модели в том смысле, что они не материальные, они полярны материальным, то есть они возникают в идее, в мысли, эти модели возникают. И в этом смысле они идеальны, то есть это мысли-образы. С другой стороны, модели идеальны в том смысле, и это мы с вами уже тоже понимаем, что любая модель всегда является идеализированным аналогом того явления, объекта, процесса, который мы собираемся исследовать. Идеализированы в том смысле, что мы что-то учли, а что-то выбросили. Поэтому мы учли не все превходящие факторы, и модель стала идеальной. Итак, мы с вами будем впредь заниматься во все оставшиеся наши уроки всегда идеальным моделированием. Давайте посмотрим на наши классификации, какие же из идеальных моделей нам будут интересны. Итак, идеальные модели всегда начинается, любая идеальная модель, с процедурой вербального моделирования. Посмотрите, от идеальной модели идет стрелочка на вербальное моделирование. Вербальное моделирование – это моделирование, которое может быть и конечным этапом моделирования. Посмотрите у себя на слайде. Вербальное моделирование может закончиться двумя такими способами моделирования – метод сценариев и мысленный эксперимент. А может вербальное моделирование продолжаться и дальше на концептуальные моделирования, которые, в свою очередь, делятся на структурное, графическое, мягкое, математическое, и так дальше идет ветвление наших моделей. Сейчас мы с вами подробнее остановимся на идее вербального моделирования, то есть словесного моделирования. Давайте подумаем, что же такое вербальная модель. Вербальная модель – это некая модель, выраженная словами. Почему мы с вами говорим, что идеальное моделирование всегда начинается с вербального? Потому что всегда, прежде чем мы приступаем к идее, к модели, к моделированию, мы проговариваем интересующую нас ситуацию на словах. Поэтому мы всегда составляем вербальную модель. Например, в прошлый раз на прошлом уроке мы с вами говорили о том, что мы всегда составляем модель своего прихода куда-то. Например, вы идете на занятия, вы студент, идете на занятия. Вы составляете вербальную, мысленную, словесную модель своего прихода на занятия. Вы говорите, выйду в восемь, а дальше еще откладываете назад время, значит, проснусь в семь. Проснусь в семь, умоюсь, позавтракаю, оденусь, выйду в восемь, сяду на автобус, а затем на метро, и в девять я буду в аудитории. Это мысленная вербальная модель вашего прихода в аудиторию. Согласитесь, что мы моделируем постоянно. Все время мы мыслим и все время моделируем какую-то следующую ситуацию. Поэтому мы с вами находимся все время в процедуре мысленного вербального моделирования. Ею процедура моделирования может и закончиться на самом деле. Например, вы смоделировали идею прихода в институт, а дальше вы вышли и уже выполняете эту мысленную процедуру моделирования по ходу приближения к вашему вузу. В науке тоже может так оказаться, что процедура вербального моделирования оказалась конечной. Тогда может образоваться, например, два такие сценария. Процедура вербального моделирования закончилась методом сценариев, которые вы видели на слайде. Это что такое? Это очень хорошо знакомый педагогам метод. Когда мы с вами приходим на занятия, мы всегда мысленно проговариваем вербально то занятие, которое будем проводить со школьниками, со студентами. Приходя сегодня сюда к вам, записывая вот этот урок, который вы сегодня слушаете, я, естественно, мысленно проговорила его. Я подумала о том, что я вам скажу сначала, что я вам скажу потом, какой слайд с классификацией модели я вам покажу. Поэтому метод сценариев нам очень знаком, особенно в педагогической деятельности, потому что любой урок – это всегда метод сценариев. Причем этот метод сценариев ведь мы оформляем еще и документально. Каждый педагог вуза имеет такие документы, как учебная программа или тематический план, или план проведения занятий. Что это такое? Это метод сценариев, проговоренный и оформленный в виде документа. Может вербальная модель также замкнуться на такую идею, как мысленный эксперимент. И это может быть конечное моделирование с помощью вербальной модели. Что такое мысленный эксперимент? Мысленный эксперимент тоже знаком с очень древних времен, еще с Древней Греции. И говорят, преуспел в мысленном эксперименте Галилео Галилеи, когда он якобы бросал с Пизанской башни свои предметы, которые стали теперь притчевые зайцах. Мы очень часто спрашиваем друг друга, что быстрее упадет – пушинка или чугунная болванка. Это как раз результат того мысленного эксперимента, который якобы проводил Галилео Галилей с Пизанской башни. Вот здесь я хочу вам сказать, что мы все способны, конечно, на мысленный эксперимент в той или иной степени. И все зависит от степени развитости наших вербальных способностей и вообще говоря мыслительных способностей. И хочу вам с этой точки зрения привести совершенно уникальный случай по поводу того, как умел проводить мысленный эксперимент Никола Тесла. Это знаменитый ученый, о котором очень интересно почитать, очень интересно посмотреть фильм. Есть замечательный фильм сценариста Правдивцева, снятый по поводу творчества Николы Тесла. Я читала книгу, написанную его другом и приятелем, которому можно доверять. И он говорил вот о чем. Никола Тесла мало того, что конструировал свои машины в голове, он очень часто заканчивал, собственно, все конструкции именно мысленным экспериментом. Он не делал в металле тех технических сооружений, конструкций, которые затевал. Но самое удивительное, что Тесла их эксплуатировал в голове. Он запускал свою конструкцию в голове, эксплуатировал ее в течение месяца, потом останавливал и в голове анализировал, какие детали как износились, насколько стерлась смазка, насколько стерлись подшипники и шестеренки. Устранял эти недосчеты и неполадки, снова запускал, опять эксплуатировал месяц-другой в голове и таким образом доводил свое устройство до совершенства. Удивительная вещь. Таков был Никола Тесла. Но мне интересно показать, что мысленный эксперимент может являться конечным этапом процедуры моделирования. Вот так Тесла моделировал свои устройства. Так он их доводил до совершенства с помощью мысленного эксперимента. Мы с вами не владеем настолько технологией и техникой мысленного эксперимента, поэтому для нас вербальная модель, словесное проговаривание ситуации будет первым этапом, но не конечным этапом моделирования. Здесь я хочу еще раз остановиться на минуточку и обсудить с вами идею о междисциплинарности современного знания. Мы с вами говорили на первом уроке о том, что возникла некая постнеклассическая парадигма знания, постнеклассическая идея знания, которая является междисциплинарной, и это в ней очень подкупает, и это очень важно в ней. Междисциплинарность. Так вот здесь я хочу сказать о междисциплинарности процедуры моделирования. Впредь мы с вами будем говорить все больше о педагогических системах, хотя в качестве примеров я вам буду приводить и другие системы, не педагогические. Но мне очень важно подчеркнуть, что процедура моделирования одинаково работает и в науке, и в искусстве, хотя мы, может быть, часто не обращаем на это внимание свое особенное. Но процедура моделирования также общепринята и в искусстве. И вот я вам сейчас хочу продемонстрировать процедуру вербального моделирования как раз, принятую в искусстве. Давайте посмотрим на такой слайд, на котором я хочу вам показать стихотворение, которое написал Фридрих Ницше, известный вам психолог. Стихотворение называется «Художник-реалист». Вообще говоря, это некая вербальная модель творчества. Стихотворение написано в форме белого стиха, и тем не менее это действительно поэтическая форма. Давайте его прочитаем. Это стихотворение звучит оно вот как. Посмотрите, какая замечательная идея моделей, которую мы с вами проговорили, массой формализованных способов. А здесь эта же идея проговорена Ницше с помощью стихотворной поэтической формы. Что рисует художник? Да вовсе не то, что на самом деле, как мы всегда думаем, а то, что ему по душе, что он хочет изобразить. И еще то, что рисовать сподручнее. Вот вам идея моделирования, которую мы многократно уже обсудили, и которая вот таким образом выражена. В искусстве, значит, в искусстве та же идея моделирования работает. Хочу еще привести вам один замечательный пример, который относится тоже к творчеству художественному, но пример вербальной модели. Вот изречение Ван Гога о своей картине «Поэт». Кстати, картину я вам не покажу, и это будет некое ваше домашнее задание. Я думаю, вы заинтересуетесь и найдете эту картину «Поэт», которую мы с вами сейчас, описание которой мы прочитаем со слов Ван Гога. И мне хочется надеяться, что вы захотите найти эту картину и сравнить ее с тем описанием, которое Ван Гог дал. Сейчас мы прочитаем это описание. Что же замыслил Ван Гог в качестве модели изображения поэта? Давайте почитаем. Вместо того, чтобы досконально воспроизводить то, что я вижу, я использую цвет на свое осмотрение, стараясь выразиться более весомо. Приведу пример. Я бы хотел нарисовать портрет моего приятеля-художника, безудержного мечтателя, для которого работа так же естественна, как песня для соловья. Он светловолос. Я бы хотел передать в картине свою любовь и восхищение. Поэтому для начала я рисую его портрет так точно, как только умею. Но это не все. Чтобы закончить картину, я собираюсь поиграть с цветом. Я высветляю его волосы, добавляю оранжевого и лимонно-желтого. За спиной вместо обычной стены тоскливой комнаты я рисую бесконечность. Сплошной фон самого густого, самого яркого голубого, на какой я только способен. Это простое сочетание светлой головы и голубого фона дает таинственный эффект, будто звезда сияет в глубине лазуревого неба. Ох, мамочки, а приличные люди-то подумают, что это карикатура. Вот так описывает Ван Гог в письме своему брату в 1888 году задумку своей будущей картины поэт. Найдите ее и посмотрите. Но мне важно в этом описании именно вербальная модель будущей картины. Посмотрите, что делает Ван Гог. Он ведь не рисует поэта таковым, как его видит. Ему важно, что отразить в поэте. Его мечтательность, его лиризм, его особый полет мысли этого человека. И для этого он выбирает совершенно нетрадиционные, потажные формы и средства. Он рисует ярко-желтую голову на фоне лазуревого неба, которого нет на самом деле в той фактуре и на той натуре, где рисует Ван Гог. Вот это идея модели, которая очень хорошо воплощена здесь в форме вербальной модели. Как раз то, что мы с вами сейчас обсуждаем. Еще одну интересную вещь я вам хочу показать, связанную с моделированием в искусстве. Посмотрите, пожалуйста, на следующий слайд, и вы здесь увидите очень знакомое вам произведение. Это «Матис Танец». Это замечательный французский импрессионист Анри Матис, который изобразил танец. Вот посмотрите. Мы с вами привыкли, что художник, рисуя людей, в первую очередь рисует выражение их лиц. И здесь как бы сосредоточена квинтэссенция всего того, что хочет сказать художник. Давайте посмотрим на эту работу. Нет лиц. Их нету в этой работе. Есть танцующие женщины без лиц. Они и не одеты. Что важно художнику сейчас? Картина называется «Танец». Ему важно передать экспрессию, ему важно передать движение. Вот этот напор танца. Удалось? Конечно, удалось. При этом не выписано ничто. Ни лица, ни прически. Вообще говоря, женщины достаточно похожи друг на друга. Хотя нам всегда кажется, что в искусстве, в творчестве художник должен показать индивидуальность. Индивидуальность здесь в движении, в позах, в ритмике. Вот она есть. Это модель танца. Выраженная анри Матисом в форме такой замечательной совершенно работы. Значит, это тоже идея моделирования в искусстве, которая нам с вами теперь становится близка. И теперь мы очень хорошо понимаем, что действительно идея междисциплинарности жива. И она существует и в искусстве, и в науке. Просто следует задуматься о том, что на самом деле и люди искусства, и гуманитарные люди, и люди науки работают одними и теми же средствами и методами. Итак, мы с вами продолжаем идею нашу моделирования. И теперь мы с вами рассмотрим, в соответствии с той классификацией, которую мы с вами посмотрели уже, возможные в дальнейшем концептуальные модели. Значит, когда мы с вами говорили о классификации, давайте ее вспомним немножко, мы говорили о том, что вербальная модель может являться проходной, то есть неким первым этапом на пути к дальнейшему моделированию. Итак, вербально мы проговорили ситуацию. Дальше мы хотим более четко обозначить уже не на словах, а некими визуальными способами обозначить ту ситуацию, которую хотим моделировать. Почему визуальными способами? Потому что мы с вами знаем, что основной поток информации человек воспринимает через глаза. Больше 80% информации человек воспринимает глазами. Поэтому очень хотелось бы на пути моделирования, следующий этап моделирования формализовать с помощью определенных графических или структурных визуальных моделей. Поэтому после проговаривания вербальной модели мы обращаемся к некому концептуальному моделированию, где будет выражена концепция будущей модели с помощью каких-то визуальных средств. Какие? Чаще всего это средства либо структурного моделирования, либо графического моделирования. В педагогике очень часто применяются такие средства, потому что в педагогике работает так называемый принцип наглядности, один из многих дидактических принципов. И педагог, входя в аудиторию, старается все то, что он рассказывает обучающимся, представить в виде наглядных образов. Сегодня это особенно хорошо делается, поскольку существуют разного рода интерактивные доски, на которых можно предъявлять слайды, анимацию. Существуют и обычные традиционные доски, на которых учитель тоже пытается изобразить какие-то структурные схемы, связать их элементами, линиями, связями. Тогда возникает некий вербальный образ того, что мы собираемся сделать. То же самое мы хотим сделать в своей процедуре моделирования. И сейчас я вам хочу показать несколько структурных моделей, а затем и графических моделей, которые работают в педагогике. Вот сейчас вы видите перед собой такую интересную, очень структурную модель. Хочу ее хорошо прокомментировать. Это структурная модель, авторская тоже. Относится она к коллективу авторов. Коллектив авторов – это учителя Ижевской гимназии номер 56 Удмуртской республики. Это очень продвинутая гимназия, которая занимается созданием обогащенного образовательного пространства в своей школе. И для того, чтобы это образовательное пространство создать наяву, сначала учителя продумали модель будущего образовательного пространства. И эту модель прорисовали с помощью некой такой вот структурной схемы. Посмотрите, что здесь нарисовано. Значит, модель эту надо посмотреть так. Сначала вы смотрите на левую часть слайда, и видите здесь первый треугольник, такой самый простой треугольник, который изображает концептуальную идею. Мы с вами говорим о том, что структурная модель – это концептуальная. Здесь есть концепция. В чем она состоит? В том, что в школе, в гимназии должна существовать некая общность трех субъектов образования, трех субъектов обучения. Конечно же, учеников. Они стоят во главе треугольника, который вы видите. Конечно же, педагогов, которые стоят в левом углу этого же треугольника. И еще родителей. Посмотрите, в этом треугольнике, а он равносторонний, что означает рядоположенность всех элементов. Они равно участвуют в этой структуре образовательного пространства. Еще работают и родители, как тоже рядоположенный элемент. И все третьи элементы объединены связями. Возник треугольник равносторонний, который описан окружностью. И это и есть обогащенное образовательное пространство школы-гимназии номер 56 у города Ижевска. Итак, учителя школы-гимназии номер 56 дальше решили эту концепцию для себя. Распространить и понять, а как же будет работать вот это образовательное пространство. Наверное, будут возникать некие новые структуры, объединяющие учителей и педагогов, учеников и педагогов, потому что учитель и педагог – это, по сути, одно и то же. Родители и педагогов, конечно же. Возникают новые сообщества, которые теперь будут выражены в виде такого описанного треугольничка вокруг того первого, который мы с вами обсудили. И опять возникает новое образовательное пространство. Посмотрите, оно расширяется. Расширяется оно и формально, потому что в него вовлекается все больше людей, и функционально, потому что возникают новые функции у тех вершин треугольничка, которые здесь таким образом структурировались. А дальше больше. Мы с вами спускаемся к третьей модели. Посмотрите, третья модель – это еще один описанный треугольник вокруг того второго, который мы с вами обсудили. В этом треугольнике возникают новые структуры. Это уже ученическо-преподавательско-родительские структуры. Вот такие. Удивительный совершенно факт, но в 56-й гимназии города Ижевска родители участвуют в создании образовательных программ. Они являются заказчиками образовательных программ для своих детей, что очень важно, потому что родители несут тот заряд общественного мнения, который сегодня существует, и поэтому учителя им доверяют. Доверяют родителям образовательные программы педагогического заказа. Вот эта очень важная мысль подчеркнута здесь, посмотрите, в виде такой структурной, разобщенной, интересной схемы. Итак, мы с вами посмотрели на структурное моделирование. Это такое моделирование, которое, с одной стороны, визуализирует концептуальную идею. Посмотрите, если бы я вам рассказала об идее создания образовательных программ родителями, вы бы прослушали, но вы бы не увидели образ этой образовательной программы, когда создается монолит между учениками, педагогами и родителями. Вот он создался с помощью некой структуры. И это мы увидели глазами, это возникла некая структурная модель, что очень симпатично. Какие существуют еще такие визуальные, концептуальные модели? Конечно, графические модели. Графические модели мы с вами очень часто используем, потому что очень часто рисуем всякого рода графики. Обычно мы графики рисуем как функции времени, потому что время – это наиболее органичный для человека параметр, в котором мы проживаем жизнь, поэтому чаще всего все графики, которые мы рисуем, есть временные графики. Поэтому я вам сейчас тоже хочу показать несколько графических моделей, тоже авторских и тоже принадлежащих тому же авторству. Это учителя 56-й гимназии города Ижевска, которые разработали для себя модель развития своей гимназии. Давайте посмотрим на эти модели. Вот они обозначены. Здесь то, что я вам сказала. По оси абсцесс отложено время, а по оси ординат отложено разнообразие. Обозначено буквой «Р» – разнообразие. Это так накапливается разнообразие в 56-й гимназии города Ижевска. В ней накапливаются новые образовательные программы. В ней открываются новые профессиональные направления. В этой гимназии готовят по направлениям медицина, биология, физики, юристы, синергетики там учатся. Вот такая замечательная разнообразная гимназия. И они разнообразие накапливают во времени. Вы видели, что на графике. Давайте еще разик на него посмотрим. На этом графике возникает вот такие. Они, конечно же, колебательные процессы. Все процессы в жизни колебательные, они волнообразные. Но есть общая тенденция. Посмотрите, есть общий вектор. Он направлен вверх. Разнообразие растет. Колебательно, но растет. Период у этих колебаний разный, как вы видите. Он не фиксирован. По-разному идут внедрения в жизнь новых инноваций. А что-то здесь обозначено еще на этом графике пунктиром. Пунктиром выделен отдельный эпизод этого развития гимназии во времени. Вот этот отдельный эпизод развития гимназии во времени обозначен, посмотрите, пожалуйста, на следующем графике. Вынесен в качестве такого отдельного графика. Это тоже графическая модель. Что здесь обозначено? Здесь обозначено, как развивается гимназия во времени волнообразно. Есть ключевые точки. Есть точка 1, это точка неустойчивости. Нам с вами уже знакома эта точка. Мы говорили с вами о точках бифуркации. Что такое точка бифуркации? Это точка выбора пути развития. Посмотрите, под этой точечкой 1 показан веер. Вот из этой точки 1 как бы дальше могли развиваться события? Они могли бы либо нарастать, либо нарастать с меньшей скоростью, либо просто убывать. Оказывается, в нашем конкретном случае действительно разнообразие будет убывать. Выбран такой сценарий, а скорее всего он самоорганизовался, когда событие разнообразие в школе по каким-то причинам стало убывать. Мы с вами понимаем, что этот процесс волнообразный, и дальше разнообразие опять будет накапливаться. Значит, прошли мы точку неустойчивого равновесия. Эта точка обычно связана с нулем производной. Производная – это некая касательная, если мы помним с вами из школьного курса касательная, приведенная к нашей кривой. Вот если мы касательно в точке 1 проведем, то это оказывается горизонтальная линия. Тангенс угла ее наклона равен нулю. Она совпадает с осью абсцисс. Поэтому это означает, что производная в этой точке равна нулю. Значит, это всегда точка неустойчивости, всегда точка бифуркации, точка выбора пути развития. Выбрали, стали двигаться и попали в точку 2. Посмотрите, какая точка 2. Это начало периода устойчивого развития. Вот отсюда школа начала накапливать свое разнообразие дальше. Причем, посмотрите, с другой скоростью, чем прежде. Прежняя веточка, обозначенная цифрой 3, была менее крутая, более пологая. Разнообразие накапливалось не так быстро. Еще не поняли, как же его надо накапливать. А вот теперь разнообразие стало накапливаться очень быстро. Это третье начало периода устойчивого развития. Куда мы придем в результате? Мы с вами в результате придем опять в точечку, аналогичную точечке 1, только она будет повыше. Точка 1, точка неустойчивости. Положили сюда шарик и дунули, подул ветер, или качнулась вся наша конструкция, шарик обязательно скатится. Или вправо, или влево. Это и означает, что это точка есть точка неустойчивости, когда устойчивость такая умозрительная, совершенно не стационарная устойчивость. Любой случайный порыв ветра обязательно качнет этот шарик, и он скатится. Вот как представили учителя и родители, и, кстати, и ученики, все вместе участвовали в создании этой графической модели, модель своего развития. Такова вот графическая модель, которую мы с вами посмотрели. Значит, что же следует из того, что мы с вами сейчас обсудили? Что после этапа вербального моделирования следует этап, обязательно этап более подробного концептуального моделирования, когда хочется увидеть, не просто сформулировать идею дальнейшего развития, но увидеть, как эта идея будет воплощена в жизнь. Вот эта идея как лучше всего демонстрируется всегда с помощью неких визуальных образов, структур, структурное моделирование, или графика, графическое моделирование. Ну и теперь я вам должна сказать несколько слов о том, чем мы с вами будем заниматься дальше, а какие еще существуют способы более детального концептуального моделирования. Существует еще один очень важный и сегодня очень востребованный способ концептуального моделирования. Это так называемое мягкое математическое моделирование. И вот это мягкое математическое моделирование явится предметом нашего изучения с вами на следующем третьем уроке нашего цикла. Что же мы будем делать? Мы попытаемся представить концептуальную модель с помощью математики, но с помощью мягкой математики. Замечательный наш современник Владимир Игоревич Арнольд, наш замечательный математик, издал книгу, которая называется «Жесткие и мягкие математические модели». И в этой книге он пишет, что мягкому математическому моделированию нужно учить людей, начиная со школьного возраста, чтобы даже в ВУЗе уже поздно. Школьники должны уметь создавать мягкие математические модели, владеть этим аппаратом мягкого математического моделирования. Вы увидите, насколько это увлекательная идея, и как много реальных процессов, которые происходят в нашей реальной жизни, можно смоделировать с помощью мягкой математической модели. Итак, это предмет нашего следующего урока, а сегодня мы с вами подведем итоги нашего сегодняшнего урока. Что же мы сегодня смогли? Мы сегодня с вами поняли, что такое модель, и определили для себя на формальном языке термин «модель». Мы с вами посмотрели некую классификацию моделей. Это авторская классификация моделей, которой мы с вами будем заниматься в дальнейшем. Из этой классификации моделей мы выделили две большие очень категории моделей. Модели материальные и модели идеальные. Идеальные в том смысле, что они созданы в идее, это мысли образа, мысли моделей. И сосредоточили свое внимание именно на этих идеальных моделях. В дальнейшем мы будем заниматься такими моделями, моделями, созданными в мыслях, мысли образами. Эти модели мы также классифицировали и поняли, что первый этап на пути идеального моделирования – это всегда вербальная модель. Вербальная словесная модель, когда мы проговариваем цель моделирования и возможные ее этапы. Затем мы опускаемся на более нижний иерархический уровень и начинаем заниматься моделированием уже концептуальным, которое может представлять собой структурная, графическая или мягкая математическая модель. Таковы итоги нашего сегодняшнего второго урока. Спасибо за внимание. До свидания. До новых встреч.